Муромляне уверены, что в 2020 в первую очередь нужно завершить реконструкцию полтинника. Подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в этом году. Участие в опросе приняли более 6 тысяч горожан. На суд Муромлян было представлено три объекта. Парк 50-летия советской власти, где грядет второй этап реконструкции. Строительство первой пешеходной улицы, продолжение благоустройства участка улицы Советской в створе Ленина и Первомайской. И территория на Карачаровском шоссе, возле бывшего кинотеатра «30 лет победы», которую жители предлагают превратить в благоустроенный сквер. По итогам опроса подавляющее большинство голосов набрал парк 50-летия советской власти. В том, что именно он нуждается в первоочередном благоустройстве, уверены 68% проголосовавших муромлян. За первую пешеходную проголосовали 17% жителей. И внизу рейтинга «Сквер «30 лет победы»» – 15% голосов. Будет ли в 2020 году реализован лишь второй этап реконструкции парка 50-летия или у администрации хватит сил и средств охватить все вышеназванные проекты, узнаем 13 января. В понедельник глава округа Евгений Рычков проведет ежегодную пресс-конференцию и в день российской печати ответит на вопросы местных журналистов. Минувший год завершился еще одной победой. В преддверии Дня спасателя были подведены итоги деятельности по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области. Среди муниципалитетов особо отметили наш округ муром. За слаженную работу службы спасения города удостоились первого места. По результатам этой работы округ муром был награжден кубком за занятие первого места по этому направлению. Также учебно-материальная база округа муром также заняла первое место среди муниципальных образований нашей Владимирской области. Достижение этих результатов стало плодом напряженного труда специалистов гражданской обороны, специалистов, отвечающих за безопасную эксплуатацию оборудования, за защиту населения и территорий, как наше учреждение, так и предприятия, организации округа. Большое спасибо и поздравляя их с прошедшим Днем спасателя, хочется выразить еще раз слова благодарности. С сегодняшнего дня проезд в городском общественном транспорте подорожал. Теперь одна поездка в муромском автобусе стала на 2 рубля больше. Так что заплатить придется 22 рубля. Официальные цены на билеты в автобусах утвердил областной департамент цен и тарифов. С 10 января проезд в общественном транспорте Мурома подорожал на 10%. И вновь пора грызть гранит науки. У школьников закончились зимние каникулы. Началась третья, самая длинная учебная четверть. Все меньше времени на раскачку осталось у выпускников. Уже опубликовано расписание экзаменов. По данным Рособранадзора, основной этап ЕГЭ начнется 25 мая и продлится до 16 июня. Ему предшествует этап досрочный с 20 марта по 6 апреля. Резервные дни основной волны ЕГЭ продлятся с 19 июня по 24 сентября. Поздравляем мамочек с прибавлением. В новогодние праздники жителей Мурома стало больше. Такие вот первые январские цветы жизни. По данным Муромского родильного дома, за новогодние праздники на свет появилось 28 малышей. На сегодняшний день в городском отделе ЗАГС зарегистрировано 11 актов рождения. Из них 8 малюток в конце декабря 2019 года. И еще трое, два мальчика и одна девочка, зарегистрированы 1 января нового года. Первым на свет появился мальчик Ярослав, а первую девочку назвали Татьяной. Напомню, в минувшем декабре в Муромском отделе ЗАГС был зарегистрирован 71 новорожденный. Преимущественно мальчики. Есть и двойня. Тогда среди мужских имен популярностью пользовались Александр, Алексей, Денис, Дмитрий, Егор, Кирилл и Никита. Среди женских лидировали Аделина, Александра, Анна, Дарья, Елизавета и Полина. Редкие и необычные имена среди мальчиков получили Григорий, Лев, Марк, Платон, Савелий и Степан. У девочек это Владислава, Ева, Милана, Ника, Сабрина, Феврония и Эмилия. Возраст матерей новорожденных варьируется от 21 до 40 лет. И всего 4 случая, когда матерям на момент родов было от 18 до 20 лет. Также отмечу, что в том же декабре больше всего зарегистрировано семей, имеющих двоих детей. Млагодетных 15 семей. Что еще год наступивший нам принес? Увеличатся пособия и пенсии. Подорожают спиртные напитки и автомобили. Введут электронные трудовые книжки. Номера для автомобилей разрешат получать у дилеров и запретят держать диких животных дома. Рассказываю подробности. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет. С 1 января он составил 12 130 рублей. В прошлом году 11 280 рублей. Это значит, что все работодатели, которые выплачивают работникам минимальную зарплату, должны будут повысить ее минимум на 850 рублей. Вырастет и максимальную сумму пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном. С 2150 рублей до 2300 рублей. Кроме того, все социальные выплаты, установленные региональным законодательством, с января 2020 года будут выплачиваться в повышенном размере с учетом индексации на 3,8%. В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Начиная с января выплаты за второго или последующего ребенка вырастут на 13 591 рубль. Это будет первая индексация материнского капитала с 2016 года. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери. Ежемесячные выплаты на первого ребенка, рожденного не ранее 1 января 2018 года, будут назначаться семьям, средний душевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения 23 492 рубля на человека в месяц. Срок выплаты продлится до достижения ребенком возраста 3 лет. Пенсионный фонд сообщил об индексации пенсий. Сроки и размер повышений зависят от статуса пенсионера. Так, с 1 января на 6,6% вырастут страховые пенсии неработающих пенсионеров. С 1 февраля на 3,8% ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг для граждан, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами. С 1 апреля на 7% увеличатся пенсии по государственному обеспечению, а с 1 августа на приобретенные пенсионные коэффициенты страховые пенсии для пенсионеров, которые работали в 2019 году. С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964. В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. С января 2020 года дети войны станут получать ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 25%, а в апреле 2020 года им будет произведена ежегодная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Изменения коснулись и продукции российских виноделов. Раньше она облагалась налогом по льготной ставке, а с 1 января ставка станет единой и для российских, и для зарубежных производителей. Новшества затронут игристые вина, медовуху, сидр и пиво. Акцизная ставка для шапанского и игристых вин, в том числе отечественного производства, вырастет с 36 до 40 рублей, а для неигристых вин с 18 до 31 рубля. Единым станет акциз и на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкоголь с долей этилового спирта выше 9%. В текущем году ставка составит 544 рубля за литр и будет повышаться. Также с 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут до 230 рублей за пол-литра, на бренде до 315 рублей за пол-литра, а на коньяк до 433 рублей за тот же объем. С 1 января повышается ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства, шасси и прицепы. На 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. На авто с двигателем от 1 до 2 литров на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%. Из-за этого, а также из-за отмены компенсаций пошлин на комплектующие, машины подорожают сильнее обычного. Эксперты ожидают, что стоимость новых иномарок вырастет примерно на 4,6%, а по пессимистичным расчетам на 7,9%. С нового года при покупке нового автомобиля появится возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки. Однако воспользоваться услугой получится не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре МВД, специализированной организации. Он будет опубликован на сайте ГИБДД. Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автоцентра. После этого всю информацию он направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению. Затем ответственный сотрудник автосалона получит в подразделении СТС госномера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей. С начала нового года вступает в силу закон об введении электронных трудовых книжек в России. Теперь информация о стаже, занимаемых должностях, увольнении, прекращении трудового договора или переводе на другое место работы будет ежемесячно передаваться в пенсионный фонд. Сотрудники сами смогут выбирать, в каком формате должна вестись их трудовая книжка – бумажным или электронным. Предупредить работников об этом должен работодатель в период до конца июня 2020 года. После этого до 31 декабря этого года сотрудникам необходимо сообщить о своем решении. Однако у тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки. Диких животных с нового года запрещено держать в неволе – в домах, квартирах или незаконных контактных зоопарках. Речь идет об опасных для владельцев питомцах – крупных хищных и ядовитых. Касается этих животных – привычная среда обитания, которых сильно отличается от возможных условий содержания их в неволе. При этом, если экзотический любимец был приобретен до 1 января 2020 года, то может находиться у владельца до наступления естественной смерти животного. Кроме того, запрещается выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника. Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. С 2020 года посещение туалетов на вокзалах страны станет бесплатным. Напомню, что раньше таким правом, кроме льготных категорий граждан, обладали пассажиры, чей поезд прибыл на вокзал не более часа назад. Либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Чтобы пройти в уборную комнату, нужно было показать билет. Лед только кажется крепким. До 20 января продлится операция «Безопасный лед». Спасатели предупреждают рыбаков об опасности. В МЧС заявляют, это связано с нестабильной теплой погодой. В новом году происшествие пока не зафиксировано. Однако в прошлом рыболовном сезоне под лед ушли двое жителей нашей области. Тело рыбака из деревни Акшова искали несколько дней. Еще один случай произошел в Суздальском районе. Погиб 55-летний мужчина. Граждан призывают к бдительности. На календаре 10 января. Сегодня православные вспоминают 20 тысяч мучеников, пострадавших за христианскую веру в Некомидии. В праздник Рождества Христова 1932 года, когда в Некомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм Галашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся погибли в огне. У православных христиан начался период рождественских святок. Продлятся они вплоть до крещения Господня 19 января. Это время веселья и сватовства. Церковь призывает верующих проводить святки в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. Так что ходите друг к другу в гости, дарите подарки, собирайтесь за праздничным столом. Далее наш прогноз погоды. Передаю слово Дарье Барановой. Это были наши новости на телеканале Муром ТВ. Смотрите наш канал на 22 кнопке. Уверяю, скучно не будет. Редактор субтитров А.Семкин